Надо сейчас фотоферия кинуть. Надо сейчас фотоферия кинуть. Фотоферия мне вот здесь. Саша. Там вот Машук. Гора Машук. Если вот такие вот скамеечки. Это парк Светник. Пятигорск. Ой. Вот такие вот скамейки поставили. Вот. Вот. Вот такая вот площадка. В основном что показать тут можно. Вот так вот. Вот такой вот парк Светник. Вот такая вот красивая клумба. Вот. Вот такая вот красивая клумба. Вот. Сегодня нас ждет. Большая непредставляемая экскурсия. По четырем городам. Вот еще вот парк Светник. Вот такая вот парк. Редакторка. Редакторка. Корректорка. Горокин. Какое? Редакторка. Горокин. сейчас нахожусь я в парке цветнике пар цветник вот сегодня у нас 28 июля сегодня у меня день рождения вот так что спасибо кто меня поздравлял комментариях благодарю всех вот так друзья такую солнечную ясную погоду погода хорошая супер мне все нравится за мной находятся такие вот кумбочки вот такие красивые сейчас 30 градусов жары так что так вот как будто я вот в джунглях как будто вот в джунглях как будто нахожусь так что скоро будет галокация так что у тебя получается давай сядем на скамей лапочка какая лапочка ты какая лапочка жученька су желченька какая ты жученька дадим диночка какая красавица и мы увидим самые яркие значимые места четырех городов сейчас пятигорск у нас будет до 3 остановочки мы едем старым маршрутом по которому ходил трамвай до великой отечественной войны вот с правой стороны дорога проложена немцы много разрушили и трамвайные пути решили не восстанавливать трамвайчик ехал к озеру провал это бисерочка уже была осталась не разрушена я не знаю еще и и я и Крыши туда правее, где-то козоны. Крышки сейчас разбиты. Ленковская полея. А сюда будет участный сектор. В основном, да, но тут скрыть его вирусы. Сегодня очень часто население в советское время. Это здание, на сегодня у нее бушки сирвана. Они назывались «сирками». Именно сирване мало, не было людей. Желез и сестры бабушки Еландовы Катерина Хост tendon. Богатая помещица, которая могла с ней позволить здесь летом иметь домик. Она, да, собрала его, привезла картинку с собой. В фактах нет письма, что Ленков сказал, что у меня здесь. Но где, как не у нашего родственника, в родственнике он был с бабушкой у парня, в родственнике, он был не очень здоров, он был лежит на сезоне, и вон там тропиночка проложена хорошая. Ну, я уже говорю, как, чтобы посмотреть, потому что мы все не охватим четыре города, это очень объемно. И первое, мы находились именно там, на базе воды, где водичка выходит, там такой яркий запах водорода ощущается. А потом уже, когда территорию эту остушили, сюда спустили, ну все для удобства сделалось в курортной публике, и потому что послевоенных сюда уже в начале 20-х столетия протекла курортная публика. Это было очень модно, опасно одновременно, потому что недалеко тут война, и на весь сон приезжали. Именно сюда, курсировали между городами, как и мы будем курсировать сегодня Пятигорск, Железноводск, в таком порядке ехали. Но если мы за день, то отдыхающие за четыре месяца посещали эти города поэтапно. Пятигорск, Железноводск, а в августе уже по занавесу курортных сезонов Кисловодск. И Сентукид, город помоложе, появился чуть позже, и он у нас будет последний на карте нашего сегодняшнего путешествия. Первая тропа была проложена к источнику, а источник находился... Вот здесь, видите, академическая галерея была построена уже середина 19-го столетия, уже есть бисерка Иолова-Арфа, в курортной публике очень много, надо прятаться от солнца, уже деревянные кибитки с полотеным навесом не устраивают, они были вот на месте галереи. И была построена галерея каменная для увеселения и развлечения в курортной публике. Потом туда и водичку завели был период, и ванные здания здесь тоже были, а первый источник вот ярусами ниже, и там ступенечки проходят. Вот там и был обнаруженный директорский источник. Вот Ленков описывал там, как Печорин, как Грушницкого, когда мы видели княжу Мэри, которая легче птичке помогла Грушницкому поднять сакан, чтобы не травмировать, крабал, нагалку не сбывалась. Это все вот здесь происходило в первом источнике. Вот источник назывался динаме «Сарские династики». «Сарские династики» Частный участок, то есть зона была нарезана на участки и чтобы продавалось. Больше отдавалось за заслуги перед Отечеством. Доктора, военные получали здесь и мельные наделы. Так что банкиры имели, и заводчики, и апсекари. Вот здесь заканчивается постороннее движение. И начинается парк Гагарина. Из «Сказки Востока» правее, что-то стояночка, там бесстыжие ванны находятся. Первое здание на конкуриваре, красавицы глаза, это здание диравушевских ванн. Диравов был здесь годы Кавказской войны, 1849 год. Применил эфир как нахоз. И далее здания, которые, видите, с правой стороны, принадлежат военному центральному санаторию. Эти здания используются для проживания нашего наместника, полномочного представителя в Северо-Кавказском округе. Здесь он квартирует в этом здании светлом. Дальше вот водонаборную башню, видите, санаторий действующий, как база лечебная, принадлежал братьям птиц, банкирам с правой стороны. И, заметьте, нахознание нахознание похоже. Все имеют разную купольность, разную этажность. Слева, смотрите, тоже очень красивое здание. Экспектор Кудрецова, сегодня клиник Кобиев. И дальше, да, сочетаются здесь и современные формы, птические. Тут она на реставрации находится. После 90-х годов не реанимированы некоторые здания. По большей части сегодня все так, как у санатория Родник, что с левой стороны. Здесь на террасе, на склоне Гермашок, да, было построено в советское время мощное здание по площади, по объему. Санаторий, да, Родник называется. Валерея здесь питьевая есть, работает она по часам. То есть не надо ходить туда вниз, по последней. Валерею питьевую здесь есть своя. Ну а озеро Провал, это памятник природы. Это Лермонтовское место. Это отверстие в горе. Провалено, так можно назвать. Которое появилось, скорее всего, во время землетрясения. Мы выйдем, пройдемся. Немножко пользую Провал. Ну и будет возможность зайти, посмотреть, как Провал будет. Ну, может быть, сегодня кислородский, еще будет возможность. Или я вообще на будущий период говорю, разное есть. И классическое, прям, с откусом детства. И с разными наполнителями, с шоколадными, то есть более сладкое, меньше, менее сладкое. И фирменное, да, написано, Патегорское мороженое, холод, конгренщик, логотипчик. Нижняя мэрия. Я пришла к Елизаветинскому, это вот источник ниже, где мы находились сейчас, у Иловой Архвы. Две дамы прогуливались в ожидании вод. То есть пили воду, пока, извините, не забыл. То есть вода, много пили, это объем большой воды, пол ведра мужчины. Женщин давалось послабление, сегодня 250, да, три раза в день рекомендуют. Но не больше литра, в целом, в день сегодня рекомендуют. А раньше пили всю, первую половину дня. И воду нужно выгуливать обязательно. Если к источнику можно подъехать, то после приема водички обязательно километр пройтись. Когда вода хорошо проникает по протокам, работает вода во время ходить. Поэтому ходить, ходить и ходить. Что в советское время как-то не особо пропонтировалось, да. Скатории появились, да, лежать, отдыхать, в обед, никакого сна. Мы сегодня будем, как первый отдыхающий, позоветом Петербурга. В этом году я посмотрел. Гровало, у меня называлось «Одик и Си». Да, горячая водичка. Мы заполняем. Рога проходит в столб, и чуть выше, там карабица видна. Там, как вылёшься. Это провалено в горе. Сейчас там только по классу. Там все заработано специально, чтобы меньше людей это проходило. Потому что опасно. Просто по-сторочку сида. Если у вас-то лежит, в головах, он туда нырнул. Но первое отдыхание, чтобы дали ему матчу. За провалом, за декольные на один месяц. Снега, горячая, как мало. Можно. Там есть тротинка, но было очень трудно подойти. Видите, сейчас заросло. Все плюс, рапицы загораживали один раз. Поэтому только вот там. Вместе говорили, что когда провал зимой, да, всегда высокая семья, как курица. Породы, они заберут эту атмосферу пещеры. Если вы увидите, что там на дне что-то есть голубое. А так не будет эффекта никакого. Да, мы выходим, фотографируемся и как-то. Отстань, потому что вела к озеру провал, который только что мы посетили. Мы будем выбираться Гору можно обойти по кольцу От провала можно было прямо идти Вот так вы к нему подходили К доле Лермонтова Это километра 3-3,5 И вернуться сюда Или в обратном направлении Но тут больше подъемчиков будет Они не затяжные Поскольку это все отроги горы Они неоднозначные Просто холмы, спуски, подъемы Это займет 8 километров Обойти гору по кольцу Можно подняться наверх Что в Пятигорске есть чем заниматься Не один день На Машук можно доехать По канатной дороге Мы сейчас будем проезжать под ней Два вагона За 3 минуты доставят вас наверх И также за 3 минуты спустят вниз Километр вы проедете За 3 минуты Маятниковая дорога Два вагончика, один сверху Один-два толчка И то если ты где-то здесь недалеко А так по большому счету не ощущаем Даже на физическом уровне Каких-то там бескомфортов не возникает Поэтому когда стали искать Появилась растительность Все это рукотворное Здесь однозначно Все засажено человеком Да, ясень, бархатамурский Ели, сосны, хвоя Во всех городах однозначно Эта посадочка сделана вручную В Кисловодске в том числе А вот лиственный лес Он где-то присутствует Здесь все садили уже в 20-м столетии Поэтому во время Налерматова Вот этот склон Он считается Юго-восточным склоном Он безрастительным был Здесь трава по поясу Стары не где-то Есть старые рисунки Вместо дуэли Когда стали искать Мемуаров Никто не оставил У этой трагедии Хотя людей было Очень много Свидетелей дуэли То есть это была Молодежная Ну тусовка Молодежь Ну так развлекалась Никто не думал Что дуэль состоится Фактически будут стреляться Думали сейчас сюда приедут Найдут место Помирятся Поэтому не было ни врача Ни подвода Если раненого Нужно срочно куда-то доставить Никто не готовился А был в свидетелях Левушка Пушкин Брат Александра Сергеевича Были дамы Ехали сюда Катенька Буховец Кузина Лермонтова Она тоже отдыхала В Железноводске Он с ней прогулялся Серебряный бандон Положил Во внутренний карман Словами что Адам На следующей встрече И когда приехали сюда Уже после обеда Не торопились Видев все это Компания молодежи Они нашли Место случайное Более-менее ровное Потому что видите Слон Машука Вот даже сейчас мы ощущаем Да Все идет Под наклон Да Под уплон И здесь стоит площадочка Где выход скалы И есть свидетели Которые говорили Не писали Мемуаров пытались оставить И Верзилин И Мартынов сам Пытался написать Но нет Ничего от их руки не дошло Что на месте дуэли Была скала Это единственное Здесь есть место В трехстах метрах Туда по диагонали Если идти Вот как они ехали Оттуда сюда Вот и остановились Там есть скальный выход Тыркальская скала Вот там скорее всего И состоялась дуэль Но почему было выбрано Это место Потому что территория Была без леса И удобная для подъезда Чтобы не плутать Туда Тущу это не лезть Удобно для подъезда Место И где-то здесь Рядом Все-таки была дуэль Стрелялись Действительно Дуэлянты Вставали на расстоянии Тридцати шагов И должны были Сойтись до пятнадцати И в это время Звучал счет Раз, два, три И между два и три Нужно было выстрелить Выстрелы не прозвучало Они уже на расстоянии Тридцати шагов стоят Это уже критическая Ответочка Ближе нельзя И столетик говорит Когда отсчитал Три прозвучало Он говорит Стреляетесь Или я разведу дуэль Уже дуэль не состоялась После этих слов И Лермонтов говорит Я в этого дурака Стрелять не буду И Мартинав тут же выстрелил Уже вот после счета После этой фразы Вот И Лермонтов Упал замеркну Потому что ему было пробито Оба легких Пуля вышла на вылет И он лежал долго Истекая кровью Потому что пока Поехали в Пятигорск Железновод дальше отсюда Сейчас ощутите расстояние Поехали в Пятигорск Там был домик Который Лермонтов оплатил На весь сезон Независимо В Пятигорске он живет В Пятигорске Курсирует Кочует Домик за ним За 100 рублей За 4 месяца Офицерское жалование 200 рублей в год было Лермонтов мог позволить Бабушка Не отказывала ни в чем Хотя говорят, что потом Она пережила Лермонтова На 4 года Она очень нуждалась И долги Надо было ей раздавать Но Лермонтов мог приехать Коня подарить С ним всегда двое слуг Ехала сюда Вот он так ехал В ссылку На войну Не отдыхать Отдыхать он приехал Потому что очень Хотел на воды В сезон попасть Да, они даже Добыли справки Что нуждаются в лечении Потому что так бы Просто никто не оставил Тут именно был курорт Для военных Чтобы поправить организм И вновь в строй вернуться Лермонтова уже привезли В домик Лермонтова Музей открыт Но экскурсии не проводят Или аудиогид Или вы просто ходите Смотрите экспозицию В Тархан Да, напротив Тархан Это Лермонтовский квартал Можно 4 отдела взять Можно взять только домик Лермонтова 100 рублей Для взрослого 100 для школьников И у меня домик После камышовой крыши Берете и там Стены не разрушались Крыша менялась И была и оцинкована И после камышовой Была она обновлялась А стены не Вот место дуэли условное Место могилы условное А домик он первозданный И хранит память о поэте Привезли его туда В розовую гостиную Если пойдете Картинный оберестолик Подлинный Хозяйский Ну и клиентам за ним работал И там прощались С теми Говорят, что отпели его Но в книгах нет записи Потому что Поэт, дуэль Ну и смогли Друзья потом ночи Прилотить священника Записи еще нет Это июнь 1841 года Ему было 26 лет В октябре Были исполнены 27 лет А позже уже появился памятник Когда мы соопределили В 1995-й год Первый гипсовый Он обещал Острадить ветров А потом мы помним В 1914-го года Да Гранитный памятник Ограда Чуть позже появилась Архитектуры Детих и казнов Ограда Очень символична Грифы Сиди-смертники Они смотрят на нас Кажется, они безголовые На самом деле Просто Ну это такая Физическая У них особенность Что головы почти не видно Они обращены В сторону подходящего Это символ того Что здесь не просто память Да, у человека А здесь случилась смерть Петонные кубики Они символичны пуля Пуля Но тогда в Кухенройтерах Не такие пули были Но тем не менее Уже позднее видение Этой ограды Это говорит о том Что здесь стрелялись И цепи говорят Об опальности поэта Что Лермонтон был здесь Не по своей воле В ссылке Хоть после отпуска Он приехал Добыть ссылку здесь Вот такая символичная ограда У нас есть время Фотографировать Автобус на той стороне Лермонтон